Рад приветствовать вас, всех присутствующих и тех, кто не присутствует здесь, кто будет смотреть записи нас, благословляя именем Господа Иисуса Христа. Дух Святой сейчас в вас, Он действует, вам не надо сходить в ад для того, чтобы возвести Христа или на небеса забираться. Мы уже посажены на небеса. И это великое привилегие, которое нам надо ценить. И мы с вами говорим, продолжаем говорить о назидании. Назидание или строительство, проще если на русский язык. То есть, Господь строит наши души через свое слово. И мы с вами говорили о том, что назидание, оно нужно для того, чтобы строить наши души, созидать наши души. Чтобы наши души жили в покое во Христе Иисусе, в радости все время, в наслаждении. Чтобы мы не жили как люди этого мира. Чтобы даже когда случается так называемое горе, ну да, эмоции свои выдал какое-то небольшое время. И все, и все, не уходить в это. Я помню, у меня, когда у моей родной сестры умер муж, она, для нее, конечно, это была трагедия, она лет пять, она сама не своя вообще была. Просто, просто не жила. И мне было ее очень жаль, я всячески пытался что-то сделать для того, чтобы как-то ей помочь. Но это было непросто. То есть, очень тяжело и очень долго она отходила от этого. И мы не должны быть в таком состоянии, друзья. Потому что Христос, наша жизнь, потому что Он дал нам жизнь вечную. И нам надо просто осознавать, что да, мы какое-то небольшое время можем пребывать в этом. Но, вот как Давид, такой пример, да, вы помните, когда Бог ему сказал, что умрет твой ребенок. И он лежал пластом, ничего не ел, плакал, горевал. Ему было тяжело от того, что он осознавал, что он виновен в том, что его ребенок умрет. Но, когда ребенок умер, он встал и пошел заниматься делами. Ему не жалко было ребенка, да, я уверен, что он жизнь готов был за него отдать. Но, вот так мы должны принимать в мире, значит, любые происшествия, которые у нас происходят. Мы не должны распалять себя, позволять сатане, значит, дербанить, так сказать, наше состояние, нашу душу. И назидание для этого именно и существует. Назидание от Господа. Назидание в вере. Чтобы наша душа была в покое. Господь нам и сказал о том, что войдите в покой, мой, войдите. Войдите в покой. В Евреям 3 главе 4. И он заключение дает, что а мы входим в покой уверовавшие. То есть, если вот в какой-то трагедии, в горе, я не в покое. Это говорит о том, что я просто не уверовал в него. Потому что он лучше знает. Он знает, что, для чего и как. Мы не знаем. Мы не знаем ответы на все вопросы. По-человечески для нашей души не просто переживать такие вещи. Но он знает. Он сказал через апостола Павла, что с ним несравненно лучше. Несравненно лучше. Мы должны верить в это. Если мы верим в Слово Божье, мы должны верить, что с ним несравненно лучше. И если наш родственник со Христом уходит к нему, то он идет в гораздо более лучшие условия. Несравненно лучше. Но человек болеет там раком четвертой степени, в ужасном положении, в ужасном состоянии, с дикими болями. Сам цепляется за эту жизнь любым способом, чтобы еще хотя бы день прожить. Я помню случай, когда один высокопоставленный чиновник, не буду говорить кто и так далее. Но вот когда коронавирус был, вот он платил в день, в день, чтобы только продержаться. Хотя уже все, врачи подписали ему. В день за него платили 1 миллион рублей. Каждый день миллион рублей для того, чтобы продержать еще хотя бы один день. Миллион рублей, миллион рублей, миллион рублей. Господи, если когда-то что-то со мной случится, пусть этот миллион пойдет голодным детям. Я не хочу держаться таким образом. Лучше голодным детям пусть. Или там старикам кому-то на пользу. Поэтому, друзья, все, что Господь желает, это чтобы мы были счастливы и радостны. Все время радовались. Все время радовались. Мы ехали с моим сыном по дороге. Я ему рассказал эту историю, когда сирийские войска оккупировали Иерусалим. И там был дикий голод. Так что галлон голубинного помета, или сколько там, продавался по большой цене. Вот я рассказал эту историю о том, что пророк, получив известие от Господа о том, что он победит это сирийское войско, хотя никто в это не верил. Что на следующий день будет изобилие полное. Изобилие. И советник там, мэра Иерусалима или какого-то большого чиновника сказал, даже если Бог спустится сюда на землю, не будет этого. А он говорит, ты все это увидишь, но не попробуешь. И он был затоптан на следующий день толпой, которая неслась вот к этому изобилию, к этим богатствам. Поэтому мы либо верующие, либо все время колеблющиеся и сомневающиеся. Нам не надо сомневаться. Все, назидание для того, чтобы наши души были в вере, были в покое, были в радости, были в наслаждении. Постоянно. И если что-то происходит не так у нас, то нам нужно сразу понимать, что это враг действует против нас. Нужно взять себя в руки, нужно поставить этот смартфон на место и сказать ему, радуйся, радуйся. Аминь. И, конечно же, главные возможности, которые дают нам назидать людей, назидать их души, это, прежде всего, возможность говорить о Слове Божьем людям. Потому что в нем есть истина. Нет толку спорить с ними, знания какие-то им навязывать, потому что никак ты не можешь изменить другого человека. Его может изменить не человек, но только Слово Божье. И апостол Павел в Галатам 4,19 говорит, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится у вас Христос». Вот видите, для Павла, насколько это было важным, чтобы Христос изобразился верующим людям. И мы живем в Христа. Христос – наша жизнь. Поэтому мы хотим сделать все для того, чтобы видеть Христа, чтобы люди видели в нас Христа. Я напомню основное местописание, Евсяном 4,14-15, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися, всякими ветром учениями по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть в главах Христоса». Все любят говорить правду, а нужно говорить только истину и с любовью. И вот, Писание нас учит, но, говоря истину в любви, все, только один вариант – каким образом мы можем дать возможность Богу изменить человека, изменить его душу, ввести эту душу в покой. И мы в прошлый раз зачитали, Евсяном 4,29, «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере». Смотрите, не просто доброе, а то, что он назидает вере. Потому что люди многие добрые говорят. Я вот слушал самую популярную блогершу, которую не буду называть имени, но 9 миллиардов обвинений официальных в средствах массовой информации, не платила налоги, ее задержали, арестовали. Ну, такие красивые речи. Вот так проработали психологи. Так здорово она говорит, действительно, за душу цепляет. Красивые, добрые речи. Она все, она учит тому, что вы просто, ну, неизбежно будете в изобилии, у вас все будет, у вас все решится. И в финансах, и в здоровье, что у нее там просто бешеный, как она выражается, значит, авторитет, и имидж, и результаты, количество продаж, и прочее, прочее. Ну, вот представьте, миллиарды и миллиарды рублей. Люди отдали ей. Но когда я ее послушал, что она, вот она сейчас, у нее мечта еще сделать марафон по избавлению от гордыни. И обычный, вот марафон, да, обычный, скажем, оплата этого марафона, что-то там, по-моему, 15, что ли, или 30 тысяч. Ну, это так, копейки. Но для тех, кто реально, действительно решил избавиться от гордыни, миллион. То есть, нужно миллион заплатить. При этом, она не стесняясь, уже настолько вот зомбировала людей, она не стесняясь, говорит, всему своему, ну, контингенту. Она говорит, я говорить буду то же самое. То есть, материал тот же самый. Что за 30 тысяч, что за миллион. Но только вопрос, в чем? В чем разница? Она объясняет, прямо честно, что если ты действительно решил от гордыни избавиться, то тогда ты не будешь смотреть на этот миллион. Ты спокойно его заплатишь. Ты его заплатишь, и тогда ты достигнешь цели точно. А вот если не заплатишь, если вот эти вот эти вот дохлые 30 тысяч, ну, что-то полезно будет для тебя. Но это говорит о том, что ты не решил избавиться от гордыни. И я вот смотрю, насколько там я представляю, она там про свою команду психологов говорит, насколько эти психологи грамотно прорабатывают ее речи. Каждое слово, которое она говорит, настолько это душу цепляет. Что, представьте, я не знаю, сколько там сотен тысяч у него покупает, но миллиарды, миллиарды, только официально, что установили, да? Она собирает с людей. И она собирается вот избавить людей от гордыни. Как она это может сделать, если в каждом ее слове, во всей ее речи, вот она, гордыня, она прям красной нитью прет. Она все время гордится тем, что она самая крутая блогерша. Она первая вот в этом инфобизнесе. Она больше всех продаж имеет. она все время об этом хвалится. Но она, я понимаю, она мотивирует людей, что вы хотите так же, да, я вас научу, платите бабки, да. Ну, если вы так, просто поучаствует, ну, 30 тысяч, но это не деньги. А вот если хотите по-настоящему, миллион. Или миллион. Сколько таких людей? По официальным данным, рынок, рынок, вот, эзотерических услуг, экстрасенсы, там всякие, ведьмы, ведьмаки, как их популярно сейчас называют. Москвы за год 4,2 миллиарда долларов. Представьте, сколько денег москвичи тратят только на то, чтобы сходить к экстрасенсу. Чтобы там тот ему лапши на уши навешал, еще и проклял по полной программе. Вот сколько же это денег? Колоссальный день. 4,2 миллиарда долларов. Я не знаю, какой сейчас бюджет у Алтайского края, 15 лет назад это было полтора бюджета целого Алтайского края. Годового бюджета. Вот столько люди тратят денег на то, чтобы окунуться в эту ложь. Ужас! Сколько людей находится в религиозном христианстве. Вот они вцепились за этот столбик доктрин своих. Их за уши не оторвешь. Все! Все дары закончились с апостолами, все чудеса закончились с апостолами, все написано в Библии, все, никакого Духа Святого слушать не надо. И вот мы держимся все за эти доктрины. Вцепились в этот столбик, ходим вокруг него, не шагу назад, а прыжок на месте, расстрел, шаг в сторону попытка к бегству. Но на самом деле Богу разве угодно это? Нет, ему хочется, чтобы мы жили его, он живой был, он никогда не заставлял нас наизусть жить только заповедями, только законом, только какими-то доктринами и так далее. Поэтому, друзья, первое, первый путь, главный, каким образом мы можем назидать людей и их души, это искать возможность говорить о слове, направляя людей ко Христу в разных обстоятельствах. И в этом смысле, конечно, мы должны контролировать каждое свое слово, мы должны думать о том, что мы говорим, потому что назидание других вере происходит тогда, когда мы направляем окружающих нас людей к слову Христа, помогаем им видеть жизнь в свете этого слова и поощряем поступать в послушание слов. Поэтому это счастье, что мы имеем такую возможность, имеем такое откровение не ходить к этим ведьмакам, но все популярные артисты имеют своего ведьмака. Политики имеют ведьмака. Это же ужас! В свое время это было противно людям, а сейчас они еще и меряются. Как я узнал, что многие, например, задавали по поводу спецоперации, когда она закончится и прочее, прочее. Других каких-то вещей. друг на друга накладывали проклятия и прочее, прочее. И я узнал, оказывается, оказывается, молитва одного из ведущих ведущих лам, а нет, шаманов, 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 вот на политическом уровне стоила вот эта встреча политиков с ним и молитва его 15 миллионов долларов. Вы можете представить, одна встреча, он помолился за то, чтобы наши выиграли в спецоперации или что-то там, я не знаю, не важно. 15 миллионов долларов. Кто он такой? Он же вообще в слове мир три ошибки делает, он не знает вообще истины, но люди с удовольствием платят ему деньги. Нет, друзья, наша задача, это великая наша задача, именно эта тема, которую мы разбираем ученичество, это ответственность и привилегия каждого верующего вести других ко Христу, помогая лучше познавать Христа, больше доверять ему в практических вопросах жизни, в контексте целенаправленных, постоянных и близких отношений. Это привилегия для нас, что мы можем открывать Христа. Брат Юрий все время занимается вместе с рядом разных важных людей, которые любят и по матушке говорить сплошное огневое слово и прочее, прочее. А он несет стабильно последовательно Слово Божьим. Я знаю, что на них это производит сильное впечатление. Это перестает материться, они начинают задавать вопросы, а некоторые уже молятся как положено, почитая Христа. Итак, каким образом мы можем говорить о Слове Божьем, направляя людей ко Христу. Первое, это, конечно, в любых обычных жизненных ситуациях. И Бог нас всегда направит, Он покажет, где, в какой ситуации можно поговорить. Вы стоите на остановке, смотрите, девушка какая-то плачет. Вы, конечно, подойдете к ней, девушка, вам помочь, у вас что-то случилось, вы плачете, и вы можете при этом спокойно, это признаки того, что триггеры, если угодно, того, что Господь побуждает вас подойти к человеку и сказать ему Слово Божье. И Он даст вам это Слово утешение, которое действительно послужит для назидания этого человека. Или я отдыхал когда в Евпатории. Одна женщина у нее с ногой что-то не очень. Она запнулась, упала на камни, сильно ударила плечо, и это плечо сильно повредило. Она убеждена была, что оно сломано. Они там ей перевязали, поехали в больницу. Но перед тем, как поехали, я ей сказал о том, что я могу за вас помолиться, потому что Господь любит вас, и Он не хочет, чтобы у вас была сломана рука, она напряженно к этому отнеслась, но подруга, которая с ней была, она как-то благоволила ко мне, я ей сильно понравился, она говорит, ну пусть помолится, что тебе вроде. И несмотря на то, что она сопротивлялась, я помолился, я говорю, ну подними руку. А она сломана, как я ее подниму? Я говорю, подними руку. Она хоть через небольшую боль, но подняла ее. Видишь, Ну вроде сейчас нет. Я говорю, все, бог тебя исцелил. Я говорю, еще поднимай. Она ой, нет, я боюсь, нет, я поеду в больницу. Твое право. Поехала в больницу, приезжает вечером, уже на ужине встретились за столом, мы близко к ней общаемся, в разных корпусах, я не знаю, где они жили, но за столом на ужине увиделись. И это вот ее подруга ко мне подходит. Слушайте, Иван, что случилось-то? У нее там врачи установили, что ничего у нее ушит просто и все. Во-вторых, у нее все вообще рука абсолютно никакого ощущения, ни чувства, ни синяка, ничего не осталось. И, конечно, Господь хочет, чтобы мы не боялись, не боялись, если мы чувствуем, что где-то идет такая ситуация, бабушка с бодажком или еще что-то такое. Мы не боялись, мы спокойно подходили и делали то, что Господь нам говорит. Молились за людей. А вдруг ничего не случится? Я ж опозорюсь. Вот это точно от дьявола. Поймите, у меня не раз такие вещи случались, когда я где-нибудь в магазине в супермаркете пытался поднять человека с коляски. Кто-то вставал, а кто-то не вставал. Ну да, поначалу я смотрел на это тяжело, но потом понял. Мое дело сделать то, что Господь мне говорит. Не я же исцеляю. Поэтому мы говорим слово истины в любой ситуации. В любой ситуации. Не как вот эти блогеры, которые учат, как от гордыни избавиться, а сами пребывают в полной гордыне. И поэтому можем говорить в любых обычных ситуациях. Колоссянам 4.6 Брат Юрий. Колоссянам 4.6 Есть там Слово ваше да будет всегда за благодатью направлен приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Да, приправлено солью, то есть истиной, да, и чтобы вы знали, как отвечать каждому. Смотрите, как хорошо, что Господь нам дает, если мы пребываем в истине, если мы доверяем Ему, если Он нам показал какой-то вот такой момент, да, девушка плачет, то верьте, не сомневайтесь, что Он вам даст такое слово, которое точно тронет ее сердце, которое точно послужит ей, которое точно исцелит ее, ее душу исцелит, или ее ногу исцелит, или там еще что-то, понимаете, поэтому наше дело доверять Господу, да, и говорить слово, которое даст нам Господь. Второе, мы можем говорить о Христе, о Его слове, читая Библию с кем-то. Это здорово. В свое время я навязывал всем насильно там, поешь в ад, там и так далее, и так подобное, но потом в способах благовестия я нашел такой способ, который не ранен людей. Я в Библии отметил пять мест Писания основных, для того, чтобы человек понял, что ему нужно примириться с Богом, чтобы он сам это понял, чтобы он сам это захотел, чтобы он сам увидел это в Писании, чтобы он сам прочитал, и я был потрясен, каким образом Слово Божье мощно действует. Я считал, что я интеллектуал, много знаю, я академик, я смогу любому доказать чего угодно, но нередко бывало так, что человек послушал какое-то время, повернулся и пошел. Но когда читали Библию, никто не отворачивался. Никто не отворачивался. Потому что Слово Божье оно живо и действенно, оно проникает до разделения духа и души и так далее. То есть оно могущественное. И так мы можем с кем-то читать Библию. 1 Тимофея 4-13 Докуда не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Вот задача для любого из нас. Занимайся чтением, чего? Ну конечно слово. Наставлением этим словом и учением. Вникая в себя и в учение. Также третье. Мы можем говорить о Христе и о Его слове, читая хорошие книги и с кем-то. И я помню и брат Юрий вот нашему брату Виктору носил книги, да, Наталья недавно носила, значит, вот той женщине, про которую она рассказывала, значит, у нее дочь впала в такое состояние странное и так далее. Мы раздаем книги для того, чтобы люди их читали и, конечно же, вот у меня сын взял одну книгу, тоже ему интересно. Поэтому это очень важно, чтобы мы делились такими хорошими книгами с людьми. Третье. Мы можем говорить о Христе и о Его слове, проходя вместе какой-то курс. Ну вот мы длительное время, много лет, начиная, что мы самые первые начинали международную конференцию скайп-служения. В скайпе мы первые, кто начинал это служение. И школа веры у нас была. Она сейчас есть в записи и любой человек может ее также послушать. И мы можем использовать какие-то и другие методы и способы для того, чтобы доносить Слово Божье до людей. Самое главное, чтобы мы были послушны Господу. Чтобы мы жили и стремились слышать Его голос. И Он всегда нам укажет кому и что и как сказать и в какой ситуации. И когда мы послушаем Ему, когда мы последовательны, когда мы видим, когда мы молимся об этом, мы обязательно увидим результат. Он пошлет нам навстречу людей, которые нуждаются в этом Слове Божьем и мы увидим эффект от этого. Будьте богословенны!